Полевскому в очередной раз выпала честь принимать игры окружного этапа кожаного мяча. И в этот раз, помимо хозяев поля, в наш город съехали сильнейшие команды из Красного Фимска, Шали и Верхней Пышмы. В каждой возрастной группе шла бескомпромиссная борьба за две путевки в областной этап. Несмотря на то, что ограничения понемногу ослабевают, разрешены тренировки и возобновляются соревнования, все равно еще не все футболисты находятся в оптимальной форме после вынужденной самоизоляции. Ну мы в принципе-то уже почти месяц бегаем. Нас как бы так полояльнее отнеслись наши власти городские. Пускали на стадион тренироваться. Так что мы, так скажем, набираем форму. Отметим, что игры данного этапа должны были пройти у нас двумя неделями ранее, но по определенным причинам, связанным с пандемией коронавируса, организаторы вынуждены были их перенести. С погодой, конечно, в этот раз повезло не очень, но играть в моросящий дождь всяко лучше, нежели в 40-градусную жару. Самая главная была проблема, что команды не выпускали из своих городов. Сегодня должно было быть 6 команд, в итоге приехал опять. Не выпустили Арти, к сожалению. И Ачит тоже завтра не приедет, к большому сожалению. Но кто приехал, тот приехал, потому что финал области уже скоро, поэтому сегодня надо было 100% проводить игры. Как отмечали специалисты, фаворитами во всех трех возрастных группах считались полевские футболисты и представители Красного Фимска. Хотя сам тренер Красного Фимской команды давал весьма осторожные комментарии. Пока не поиграем, не определим. До начала все равные команды, в равных условиях. Особо не хочу никого выделять. Посмотрим, на поле все покажет. Матчи между полевскими командами стояли особняком. Получилось такое своеобразное городское дерби в рамках окружного этапа. У всех футболистов особый настрой. Полевская команда «Олимпиец» на городском этапе заняла второе место и получила право на участие в окружном. В подготовке ребята подошли весьма ответственно. Тренировались каждый день, выходили на поле, тренировались. В принципе, все. Командный дух помогает. Я считаю, шансы 50 на 50, потому что все равно соперник непредсказуемый. Мы все равно их еще не видели. В принципе, можно ожидать разного. Юные футболисты признаются, что без зрителей играть непривычно, но не критично. За забором люди ходят как бы все равно. Все равно главное быть как бы заостренным на игре и просто играть в свое удовольствие. В итоге в старшей возрастной группе 2005-2006 годов рождения первое место ожидаемо занял «Сокол» из Красного Фимска. Вторую путевку в областной этап получила полевская команда «Центр», опередившая по дополнительным показателям «Шалинский факел». В средней группе местный «Центр» со стопроцентным результатом и разницей мячей 22-0 уверенно занял первое место на второй строчке «Дю США» из Красного Фимска. Ну и в младшей возрастной группе, где выступали футболисты 2009-2010 годов рождения, первые два места и, соответственно, путевки в областной этап получили две полевские команды «Альском» и «Метеор», опередившие красноуфимские коллективы. Максим Исаенко, Алексей Карипанов, Новости 11-го канала.